Ну что, товарищи, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российских футболистах за рубежом. И мы сосредоточимся на том игроке, который мало знаком нашей отечественной аудитории. Это Иван Провидель. Галкипер, теперь уже сборной Италии, можно так сказать, который вызван Роберто Манчини и может дебютировать за первую команду своей страны. У него есть российское, так скажем, происхождение, он наполовину русский, ну и сам по себе Провидель даже в какой-то момент говорил, что в принципе, может быть, и в сборную России готов перейти из итальянской, так скажем, федерации. В общем, давайте попытаемся понять, что это за галкипер, насколько он хорош, может ли он в дальнейшем оказаться в сборной России и стоит ли нам вообще за ним охотиться. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей, ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота, так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрибет. Итак, во-первых, мне хотелось бы вновь сказать, что Ваня Большой молодец, Провидель красавчик, пробился в сборную Италии, получил вызов от Манчини. Тут никаких вопросов лично к нему. Но будем откровенны, тот факт, что Провидель дошел до национальной команды, это говорит не столько о том, что он стал звездой, сколько о том, что у итальянцев очень серьезный кризис на вратарской позиции. Как помните, в свое время Уткин сказал, если не ошибаюсь, про Терехова, что это не Терехов дорос до уровня сборной России, это сборная России опустилась на уровень Терехова. Вот и здесь что-то очень похожее. Итальянская команда, в принципе, сама по себе достаточно сильная, но с вратарями у нее последнее время большие трудности. И вообще, если уж говорить откровенно, то здесь есть своеобразные разделения. В каждом поколении итальянской сборной есть великолепный голкипер по имени Джан Луиджи. Сперва Буфон, ну а потом, собственно, Донорума. И после них идет пустота. Вот по-другому и не скажешь. Я вот недавно во время стрима вспомнил забавный момент, когда сборная Италии выиграла чемпионат мира по футболу, и у них на позиции номер два вратарской, то есть резервиста за спиной у Буфона, был, прости господи, Марко Амелия. Марко Амелия, который позже мог оказаться в российском чемпионате тех самых времен, 2007-2008 год, мог, по-моему, в Спартак перейти. Но это как бы говорит о многом, на самом деле. По всем уважению к нашему чемпионату, что запасной голкипер чемпионов мира мог оказаться тогда у нас, и это были не просто слухи, потом подтвердили, что этот трансфер мог произойти. Вот и сейчас то же самое. Позади Донорумы нет ни одного голкипера более-менее соизмеримого уровня, и более того, и этих вратарей могло не быть. Здесь удивительная история. В сборной Италии сейчас четыре вратаря, Донорума и три запасных. И все трое запасных, они примерно одного возраста, и все трое выпускники Академии Удинезе, ну или дублирующего состава, куда они были куплены. И сейчас, по-моему, в газете Делоспорт или где-то еще появилась забавная статья, там фотография тренера молодежного состава Удинезе и надпись «Спасибо этому парню за то, что у нас хотя бы есть вратарьи. Вы его не знаете, а он спасает нашу сборную». Ну потому что реально, и Мерет, и Викарио, и Провидель, все трое, они плюс-минус одного возраста, 26, там, 27-28 лет, и все прошли в одно время через систему Удинезе. Молодежные команды вот этого клуба. То есть не было бы вот этого поколения Вудинезе, тогда было бы все еще печальнее, чем сейчас. То есть мы видим, что у итальянцев какой-то серьезный сбой. В плане вратарей, когда-то у них куда ни плюнешь, везде великие голкиперы, Пальюка, Тольда, здесь, пожалуйста, и Буфон молодой, тут еще кто-нибудь. Ну, с ума сойти, какой подбор голкипер. Там, Кудичини, все остальные. Но вот это вспоминаю хотя бы начало двухтысячных. Сейчас грусть-печаль, уж простите. И вот, пожалуйста, таким образом Провидель попадает в сборную Италии. Именно так. Будем откровенны, это голкипер не самого большого масштаба. Ну, начнем хотя бы с того, что он два года назад только дебютировал в СРА, по большому счету. Раньше он был голкипером клубов из низших дивизионов. Вот долгое время тусовался в таких коллективах и только в 26 добрался до более-менее высокого уровня. При этом еще на старте прошлого сезона он проиграл конкуренцию за место основного голкипера Специи. Простите, средненького коллектива, мягко говоря. И там сидел на скамейке. Но по ходу сезона смог выиграть борьбу, за место в составе выиграл конкуренцию, стал основным в Специи и заслужил вызов в Лацу. Кстати, что характерно, голкипера сборной Италии купили за 2 миллиона евро. Вот тоже такой весьма и весьма характерный нюанс. Лацу за копейки его взял. И в Лацу его тоже, знаете, поначалу, может быть, и не планировали основным. Но так сложилось, что кто-то уехал, кто-то травмировался, кто-то постарел. И вот, пожалуйста, Провидель, ну, знаете, оказался в нужном месте в нужное время. И вот, пожалуйста, он основной голкипер в Лацу в этом сезоне. Играет неплохо, но нельзя сказать, что это что-то выдающееся. То есть качественный голкипер, но при этом по уровню своему, ну, не знаю, мало чем превосходит того же самого Никиту Хайкина, например. Который вызывается в нашу сборную, когда есть, конечно, возможность. Из Будаглинт. Скандинавские команды. Ну, то есть, говоря откровенно, Провидель это такой крепкий середняк, который оказался тем самым раком. Который и на безрыбье сошел за щупу. И в данной ситуации, как мне кажется, устраивать какой-то хайп или истерию касательно данного голкипера не стоит. То есть, потому что у нас часто бывают ситуации, что вот посмотрите, в Германии там наши ребята есть, ну и Штетер, Рауш, давайте их подтянем в сборную России. Ой, посмотрите, там в Англии появился Киллмен, английский защитник, у которого вроде как есть русские там или украинские корни. Давайте его пригласим и так далее. Мне кажется, там это еще было хотя бы более-менее актуально в плане футбола. Потому что люди играли на проблемных позициях для нашей сборной. Но здесь тянуть средненького голкипера из Италии, ну зачем, откровенно говоря. Вратарская школа это одно из немногих, что в нашем футболе не просрано окончательно. Здесь есть действительно качественные голкиперы, которые не хуже Провиделя. И которые способны останавливать в том числе лучшую команду Италии на данный момент Наполе. Посмотрите на Селихова и на то, как он играл против тех самых неаполитанцев. Или вообще на нашу вратарскую школу. У нас есть достойные стражи ворот и Провидель. Ну, может быть, теоретически и стоило его бы вызвать, попробовать. Но особого смысла в этом нет. Объективно говоря, Сафонов, несмотря на все его последние косяки, мне кажется, перспективнее, интереснее и талантливее от природы. А касательно того, кто будет запасным, ну, не так уж это и важно, объективно говоря, кто будет вторым или третьим голкипером. И здесь тот же самый Хайкин, тот же самый Селихов ничем не хуже Провиделя. При всем уважении к этому парню. Который, конечно, молодец, красавчик, но будем объективны. У сборной Италии сейчас большие проблемы с глубиной состава на вратарской позиции. Не станет доноромы, в хорошем смысле, травма, дисквалификация, ну, все. Могут начаться очень серьезные трудности. Так что здесь, Ванька, молодец, будем за него переживать. Будем за него, может, кулачки держать, потому что наших ребят в Италии и вообще в Европе не так много сейчас в СРА и в больших чемпионатах. Будем следить за его Лацио, но не стоит так уж переживать из-за того, что он теперь будет играть за сборную Италии, по всей видимости. Тем более, что только матч в официальном турнире, там, отборочном, финальной стадии и так далее закрепляет голкипера раз и навсегда. А у Проведали ни в молодежной сборной Италии, где он играл когда-то, ни в старшей сборной нету и не предвидится пока что официальных матчей. В молодежке он их просто не провел, там были товарищеские матчи с его участием. Да и дальше в отборочных матчах, в матчах, там, Лиги нации, скорее всего, будут играть либо Мерет, либо Донорума. И здесь, наверное, вообще без шансов. Так что, если уж совсем припечет, ну, можно будет, опять же, договориться и осуществить вот этот переход в сборную России. Сейчас никаких проблем с этим нет. Но надо ли оно нам? Вопрос, как мне кажется, очевидный. Голкипер ничем не лучше Селихова или условного Хайкина, и уж лучше, наверное, тогда ориентироваться на наших ребят, а не превращать сборную России в футбольный клуб, где появляются немцы, бразильцы, итальянцы и далее по списку. Давайте пусть будут играть наши ребята, выпускники наших футбольных академий, российских клубов и так далее. А то получается профанация, а не сборная.